Всем привет, всем доброе утро, вы на канале Live is Meening и сегодня мы с вами будем обычными народными способами и получается результат 100% которым вы будете довольны У меня в доме маленькие дети, поэтому я стараюсь все отмывать и очищать только народными средствами без химии Итак, кому интересно мое видео, оставайтесь со мной, а мы начинаем мыть плиту Итак, первое, чтобы начинать мыть плиту, нам потребуется вот такая губка она может быть любая, маленькая или большая и также беру вот такую губочку, которая, ну она более грубая в принципе можно использовать только одну губку также потребуется вот такая замечательная салфетка можно взять любой полотенчик, у меня салфетка из любимого фикс прайса и с чего мы начнем? Мы начнем, берем уксус, уксус у меня 9% и наливаем на плиту плита у меня электрическая, таким способом можно отмыть не только электрические, но и газовые плиты способ проверенный, отмывает отлично все вы, наверное, знаете, что электроплита, когда, допустим, кипит у нас любое блюдо варится то быстро-быстро все здесь запекается, поэтому образуется вот такая вот, как можно сказать, грязь или темные пятна Итак, я сюда налила уксус и теперь при помощи губки мягкой стороной я уксус распределяю по всей поверхности плиты где загрязненные участки особенно еще добавим уксус работаю я всегда только в перчатках так, распределяем отмывает хорошо, действительно очень-очень хорошо я покупала дорогие средства и дешевые средства для того, чтобы отмыть плиту а потом все-таки решила пользоваться именно народными средствами так, уксус я распределила по поверхности плиты далее я беру обычную пищевую соду и насыпаю также на плиту сейчас у нас начинает происходить реакция соды я добавляю побольше, особенно на те участки, где более загрязнена плита так и начинаю при помощи губки уже вот этой стороной, более твердой размешивать уксус с содой чтобы у нас получилось как бы как кашется и распределяем также по всей поверхности плиты итак, мы распределили и сейчас вот все это оставляем если у вас плита не очень загрязнена, оставляйте на 10 минут если плита более загрязнена, оставляйте на 15-20 минут и через 20 минут мы с вами вернемся и будем продолжать очищать плиту дальше и так прошло у меня 15 минут теперь я беру вот такую губку которая потверже и начинаю очищать плиту то есть начинаем все все тщательно чистить все устаревшие у нас образования конечно такая плита особенно белого цвета требует тщательного ухода я стараюсь всегда за плитой следить но бывает, что приготовишь и сразу не помоешь и образуются вот такие загрязнения сейчас все это мы будем хорошо очищать очищает это все быстро и удобно и главное без всякой химии вот так вот очищает все сейчас мы очистим плиту и я вам покажу, что мы будем делать дальше и так плиту я сейчас почистила потерла вот такой вот щеточкой я еще раз повторю, что можно взять губкой просто вот этой твердой стороной сейчас я беру вот такую тряпочку я ее обязательно смочу теплой водой так и начинаем хорошо тщательно насухо вытирать плиту я всегда еще обязательно чищу вот эти вот комфорочки или как их в народе говорят блины я не знаю, если честно, как правильно вот и начинаем сначала вытирать мокрой тряпочкой сейчас мы ее вытрем извините, наверное, все-таки это не блины, а нагревательный элемент и последним завершающим этапом у нас является сухая тряпка мы берем сухую тряпку и вытираем всю плиту насухо и результат у вас будет 100% средство отлично очищает плиту и сразу скажу работайте в перчатках и убирайте деток потому что здесь есть уксус а когда детки рядом то ручки у них попадают везде и все хотят потрогать хочется им потрогать итак, сейчас я вытру плиту и покажу вам результат ну вот, вот такой результат у меня получился плита очистилась идеально стала белоснежной и занимает всего лишь эта процедура у вас несколько минут также это способ бюджетный я думаю, что в каждой семье есть уксус и сода и главное, что быстро, просто и без всякой химии и кому интересно было мое видео, ставьте лайки кому не интересно, ставьте дизлайки на дизлайки я не обижаюсь а также подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик чтобы не пропустить новые интересные видео а интересных видео у меня будет еще много и много желаю вам всего хорошего всем пока-пока, до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok